Супруга 35-летнего артиста вместе с двумя сыновьями отдыхала в Испании. Денис Косяков предпринял опасное путешествие, чтобы вернуть родных на родину. Известный актер, шоумен, телеведущий и сценарист во время холодных месяцев вместе с семьей жил в Испании. Они снимали недвижимость в живописном месте Таревьеха в Валенсии. Здесь семья отдыхала от московской суеты. Денис время от времени возвращался в Россию по работе. Он как раз находился в Москве, когда ситуация с коронавирусом в Испании приняла угрожающие масштабы. 36-летняя Елена оказалась одна на чужбине с двумя сыновьями, семилетним Денисом и двухлетним Дмитрием. Косякову пришлось отправиться в Испанию, чтобы вывезти их на родину. Моя семья была в Таревьехе, а там закрыли аэропорт. Улететь можно было только через Мадрид, а это, во-первых, эпицентр заражения, а во-вторых, далеко. Без меня с детьми и чемоданами добраться было нереально, рассказал артист. Денис полетел в Мадрид, а оттуда на поезде добрался к родным. После этого они с чемоданами и сумками двинулись в обратный путь. В итоге, я и старший сын в респираторах, жена и младший в масках, полные карманы антисептиков и салфеток. Путь оказался непростым, пояснил Денис. Супругам с детьми пришлось пользоваться разными такси, потому что в Испании сейчас водители имеют право перевозить только по одному взрослому человеку. Они сели на поезд, но полицейские отправили их не в тот аэропорт. Добрались до нашего терминала, улетели до Шереметьево, а уже оттуда последними рывками на мини-войне домой, сообщил шоумен. Денис признался, что больше всего переживал за детей. Все-таки из-за возраста им трудно было переносить дорогу с многочисленными ограничениями. Горжусь старшим сыном. Он не только не капризничал, хотя ему было тяжело в респираторе, но и помогал с вещами и младшим братам, который так и норовил снять маску и потрогать лицо, отметил звездный актер фильма «Женщины против мужчин» и сериала «Остров». После тяжелого путешествия семейство самоизолировалось на двухнедельный карантин у себя дома. Денис надеется, что они не подхватили инфекцию. Однако они с Еленой предприняли все необходимые меры. Косяков заявил, что в Испании, несмотря на быстрое распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей пневмонию COVID-19, к мерам профилактики относятся халатно. По словам артиста, в аэропорту у них даже не измерили температуру. Кроме того, многие сотрудники даже не носят маски. В то же время в России, по его убеждению, меры профилактики оказались на уровне. Тройная проверка по прилете, все сотрудники в масках, перчатках и химзащите, заверил артист на своей странице в Instagram. Косяков признался, что домочадцы чувствуют себя хорошо. «Я в соплях и чихаю, но сопли – это хорошо, при коронавирусе их нет», – оптимистично резюмировал сценарист популярного проекта Иванова Ивановы. Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что наша страна подходит к пику заражения. За последние сутки выявили 500 новых случаев. Общее число заболевших составило 2337 человек. Синоптики сообщили, когда в Россию придет долгожданное тепло, которое поможет снизить активность вируса.